Девушки отдыхают Девушки отдыхают Зачем они это сделали? Пироманы рассказали на допросе Услышав такие мотивы, удивились даже бывалые сыщики Поехали в первый дом, кинули бутылки Вон поехали в второй подожгли Бутылки с чьей кинули? С бензином Задержанная 25-летняя Александра Ильмовская На допросе кажется и не раскаивается Как с товарищем поджигала дома Говорит словно о подвиге Вместе с другом она спалила три дома своих знакомых С которыми накануне поссорилась Мотив просто принял Бесили, надоели А это ее сообщник Брат мужа Константин Ильмовский 20-летний парень говорит, что просто решил помочь Александре отомстить Поясняет всему виной Алкоголь был бы трезвый, на такое уж точно бы не пошел Как установили сыщики, три дома в поселке Баландино Загорелось под утро Огонь быстро потушили Никто не пострадал Расследованием дела сразу занялись сыщики И быстро раскрыли это преступление Из хулигарских побуждений совершали поджоги домов С помощью пластиковых бутылок, наполненных горячей жидкостью Также известно, что они причастны к уничтожению муниципального имущества После поджога домов Александра и Константин хотели замести следы и уничтожить улики Для этого подожгли мусорку, куда бросили свои куртки Администрация района уже посчитала ущерб 60 тысяч рублей А вот погорельцы, чьи избы сгорели, еще оценивают масштабы ЧП Скорее всего, на задержанных пироманов вскоре заведут уголовное дело ЧП на Челябинской электростанции, на Чегрес обломилось и рухнула стрелокрана Пострадал один человек Он доставлен в городскую больницу Все произошло во время проведения работ Что стало причиной поломки, неизвестно Сейчас на заводе в экстренном режиме пытаются устранить последствия происшествия Никто не погиб, там пострадал один человек, по-моему, ну так, несерьезно Увезли на скорую помощь сразу же Ну, вчера где-то в районе шести вечера упала стрела крана Ну, кран уже сворачивали, она упала Ну, каким-то техническим неполадком Работы, в которых был задействован кран, пришлось остановить Завод функционирует в обычном режиме Пострадавший от стрелы работник отправлен в третью городскую больницу на обследование Погибший на заводе рабочий сам нарушил технику безопасности Прокуроры провели расследование И выяснили, что 29-летний электросварщик попал под полуторатонный пресс По собственной неосторожности Служители закона выяснили, рабочий завода, где производят крупные металлические конструкции Решил исправить дефекты швов Он подошел к конструкции весом больше тонны Но не убедился, что она хорошо закреплена В итоге электросварщика раздавило По данному факту в следственном отделе Калининского района Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела По статьям 143 и 216 Уголовного кодекса Российской Федерации Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратуры района проверки Выявлен ряд нарушений, сопутствующих к произошедшему несчастному случаю Допущенных ответственными лицами при организации данного вида работ На четырех должностных лиц предприятия заведены административные дела За то, что они не уследили за своим работником Руководителей могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей Полиция занялась расследованием пожара на конечной остановке трамвая у завода Колющенко Ночью здесь дотла сгорел киоск с одеждой Коммерсанты подозревают, что их подожгли Это все, что осталось от нарька Здесь торговали нижним бельем, платьями и футболками Хозяйка бизнеса уверяет, проводка здесь ни при чем Ведь на ночь всегда выключают электричество Возможно, это дело рук пироманов Не знаю, кому-то мешаем, наверное Которые наркоманы полно тут ходят Алкаши полно Ущерб хозяйка товара еще подсчитывает Женщина говорит, что теперь ей придется закрыться Ведь для торговли она брала кредит в банке А теперь все уничтожено огнем Как рассчитываться с долгами, бизнесвумен пока не знает И надеется, что полиции удастся раскрыть преступление В МИАСе 50-летнего мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей Такое наказание суд назначил за организацию притона для проституток Его криминальный бизнес оперативники прикрыли в октябре прошлого года В этой квартире в обычной многоэтажке работали несколько девушек Дамы легкого поведения принимали клиентов Чтобы поймать судьи Нера, сыщики долго за ним следили В итоге задержали Выявлен притон для занятия проституцией Данный притон организовал житель города МИАСа 50-ти лет В отношении которого возбуждено уголовное дело За организацию проституции на мужчину завели уголовное дело Он полностью согласился с предъявленным обвинением И вот суд оштрафовал его В казну государству он должен заплатить полмиллиона рублей Тысячи лайков в соцсетях и медали от Следственного комитета России Такой наградой удостоился челябинский студент Михаил Анфалов Несколько месяцев назад он спас от предполагаемого педофила Восьмилетнюю девочку Впрочем, сам герой к своей популярности до сих пор не привык Он с детства хотел стать супергероем И эта мечта, похоже, уже воплощается в жизнь По крайней мере, на Южном Урале Михаил Анфалов Единственный, кто получил такую медаль Медаль учреждена приказом Председателя Следственного комитета И награждаются ей лица, не являющиеся сотрудниками правоохранительного органа То есть наши граждане Которые оказывают содействие в борьбе с преступностью Подвиг Михаила Анфалова прогремел на весь город Студент спас от насильника восьмилетнюю девочку Правда, ребенок все-таки пострадал Долгое время малышка лежала в больнице И лишь недавно выписалась Теперь она вместе с мамой отдыхает в санатории Да, конечно, приглашали в гости Ну, просто как бы работа туда-сюда Мы приветы через мишу передаем друг другу А ну, как бы еще пока не встречались А вот самому Михаилу теперь не до отдыха На него свалилась настоящая слава Кроме медали, у него тысячи лайков в соцсетях И каждый день новые заявки в друзья Ну, добавляются в друзья все пообщаться Все благодарят, всем большое спасибо говорят Кто предлагает вообще встретиться, пообщаться Так, куда-нибудь сходить Впрочем, Михаилу Анфалову собственная популярность уже немного надоела Он ждет, когда страсти вокруг этой истории поутихнут И надеется, что больше никогда не придется проявлять такой героизм Мария Панюшина, Тимур Баташев, 31 канал Наркотики гуляют через окна Общественники устроили слежку за подозрительной квартирой в Ленинском районе По словам местных жителей, прямо из окна на первом этаже Возможно, торгуют наркотиками С виду обычный дом и квартира с евроокном Но за несколько дней наблюдений стало ясно Что слишком много странных гостей Периодически к окнам квартиры на первом этаже Подходят люди, забирают и передают что-то Иногда заходят домой Но через 10-15 минут идут обратно Все данные и эту видеосъемку наблюдения за квартирой Общественники передали в правоохранительные органы Наркополицейские вышли на крупный канал распространения наркотиков в Металлургическом районе 56-летний торговец хранил полкилограмма белого вещества в гараже Об этом месте полицейским рассказал сосед по гаражному кооперативу Ему показалось подозрительным, что мужчина, который не имеет автомобиля Постоянно приносит сюда какие-то свертки И сыщики отправились в гости к подозрительному мужчине А потом устроили обыск в боксе В одном из ящиков нашли сверток с белым порошком Здесь оказалось полкилограмма наркотика Позже сыщики провели обыск на квартире торговца Там нашли еще несколько пакетиков героина, расфасованного на мелкие дозы И кайф получить, и азартом насладиться Необычное заведение разоблачили общественники в поселке Октябрьское На первом этаже расположилась аптека Где торговали лекарствами без рецепта А в подвале – казино Причем подозревают – у развлекательного комплекса для наркоманов и игроманов возможно один хозяин По крайней мере, к такому выводу пришли проверяющие Все подробности в материале нашего корреспондента На эту аптеку общественникам пожаловались местные жители По их словам, здесь совершенно свободно продают препараты, которые должны отпускать только по рецепту врача Активисты тут же решили проверить, как фармацевты соблюдают закон У покупателя даже не спросили рецепта на препарат Такой щедростью фармацевтов успешно пользуются местные наркоманы Их даже не смущает, что цена на препарат завышена Соответственно, продажа его без рецепта – это административное правонарушение Но штраф настолько мал, что аптекарь это не останавливает Выручка гораздо превышает в разы эти штрафы После контрольной закупки активисты заинтересовались неприметной дверью в подвале аптеки Проверку решили провести и там Оказалось, не зря В цокольном помещении этой аптеки мы увидели, для себя было удивлением, увидели игровые автоматы Соответственно, это очередное нарушение законодательства Попасть в помещение с игровыми автоматами удалось без препятствий Общественники даже сделали ставку и сняли все на телефон Волонтеры заподозрили, что подпольное игорное заведение мог организовать владелец аптеки С предпринимателем связались по телефону, чтобы попросить объяснений Константин Владимирович, здрасте Здрасте Беспокоит общественное объединение «Живи и борись» Вы же знаете, что у вас расположены игровые автоматы в цоколе Вы как-то можете это прокомментировать? Нет, ничего там не расположено Но у нас есть видео, буквально вчера мы там были, сделали ставочку, поиграли Об этой аптеке и игорном клубе общественники сообщили в прокуратуру И в качестве доказательства готовы передать сыщикам отснятое видео Елена Батагова, Ольга Кокшарова, Иван Лоизов, 31 канал Каждый день происходят кражи в квартирах и домах Дельта – система безопасности защитит вас Внимание! Акция! Монтаж сигнализации в подарок Торопитесь! Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку Подробности акции по телефону 222 1111 А спонсор выпуска – дисконцентр Техносток В магазине стартуют олимпийские распродажи телевидеоаппаратуры Скидки на DVD-плееры от 50% Магазин выгодных покупок на братьев Кошериных 12Б Это прямо напротив цирка А время чрезвычайных новостей продолжается Не переключайтесь! Самое интересное еще впереди Аварии с камер видеорегистраторов Лихача наказали за крупное ДТП И в магазине украли телефон Есть хотя бы один человек Недовольный ценой 12 тысяч на этот маленький телевизор Техностоки за счет оценки можно купить даже большой телевизор За меньшие деньги Нет недовольного человека – нет проблем Появились кадры жуткой аварии в Ашинском районе Где накануне там столкнулись 4 машины В одном из грузовиков оказалась камера видеорегистратора Внимание! Видео не для слабонервных Водитель девятки выехал навстречу Тойоте Видимо отечественную легковушку занесло В этом ДТП погибли 4 человека Это уже последствия жуткого столкновения На некоторое время движение на этом участке трассы было перекрыто Предполагаемый виновник – водитель девятки – получил травмы и ушибы Все, кто находился в Тойоте, погибли В результате ДТП 42-летний водитель и 3 пассажирки автомашины Тойоты скончались на месте аварии Пострадавшая в автокатастрофе в Металлургическом районе впала в кому За жизнь 23-летней пассажирки ВАЗа 11-й модели сейчас борются врачи Но пока ее состояние остается тяжелым Авария на улицах Небозаводской Столкнулись Лада и Китайская иномарка По одной из версий 37-летний водитель автомобиля марки Джили Видимо торопился и вылетел на встречную полосу В итоге лоб в лоб сошелся с ВАЗом 11-й модели В отечественной легковушке находилось 3 человека Одна пассажирка скончалась Водитель и еще одна девушка госпитализированы В больницу отправлен и предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия Кстати, в полиции не исключают, что к аварии могла привести и техническая неисправность автомобиля Автобус сдал назад и сбил пенсионерку ЧП на Челябинском автовокзале возле дворца Спорта Юность Водитель междугороднего автобуса высадил пассажиров и начал сдавать назад Чтобы отъехать от платформы и припарковаться В этот момент за машиной стояла пенсионерка Водитель говорит, смотрел в оба зеркала заднего вида Но старушку не видел В итоге, когда пятился, наехал на пожилую женщину От полученных травм пострадавшая скончалась на месте Жуткая авария произошла на пересечении улиц Воровского и Елькино Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой Еще один автомобиль, когда уходил от столкновения, влетел в ограждение Три человека пострадали Страшные последствия ДТП попали в камеру очевидцев По данным ГИБДД, на улице Воровского дорогу не поделили ВАЗ-10 модели и Тойота Подсчитывать ущерб пришлось и водителю девятки Который, возможно, уходил от столкновения двух машин А в результате угодил в ограждение От удара в салонах машин оказались заблокированы люди Вызволять их пришлось спасателям Блин, как так смогли это? Презвернуло, наверное Вон там еще, смотри, что пришли В итоге помощь медиков потребовалась трем участникам аварии Три машины также столкнулись на улице Труда Ленд-ровер пошел на поворот перед остановившимся БМВ Сначала внедорожник протаранил элитную иномарку А когда выехал на встречку, столкнулся с ВАЗом 14 модели Грубое нарушение правил дорожного движения спровоцировало другую аварию Легковушка проигнорировала знак «Уступи дорогу» и выехала на перекресток Когда по главной летела иномарка Белый внедорожник протаранил 99-ку От удара легковушку едва не разорвало на части и отбросило на соседнюю Ауди Полиция устанавливает обстоятельства аварии в направлении аэропорта Столкнулись сразу шесть машин Маршрутное такси номер 82 с Митсубиши, Форд, Фольксваген, Ауди и Мерседес-Бенц Пострадали четыре человека Пассажир маршрутки, трое пассажиров легковых автомобилей Информации о погибших нет Кстати, известно, предполагаемый виновник аварии был пьян и хотел скрыться с места аварии на чужой иномарке Но не успел, его задержали Избежать страшных последствий удалось водителю следующего видео На мосту по улице Братьев Кошириных автомобиль сильно закрутило Но шофер вовремя сориентировался и сумел удержать управление ДТП с участием грузовика и газели произошло на Аламполе Последствия аварии попали в камеру видеорегистратора Возможно, водитель просто не выбрал безопасную дистанцию, когда грузовик стал притормаживать Автор этого видео ищет свидетелей аварии на героев Тонкограда Когда хозяин Деунексии, на который установлен видеорегистратор, остановился у обочины, то получил удар слева от Рено Логана По версии пострадавшего, иномарка выехала на встречную полосу, врезалась в сугроб и задела его машину Потом водитель легковушки скрылся Еще один лихач уехал с места ДТП на улице Федорова Неизвестный выехал на встречку в плотном потоке и протаранил Фольксваген Меня бросило на сугробы здесь, чуть не перевернулся Та машина, которая ударила, не останавливаясь, скрылась Пострадавший водитель в растерянности, он не успел запомнить ни номер, ни марку, ни даже цвет машины лихача Предположительно, он мог быть на Тойоте Вот может кто-то видел, у кого-то есть регистратор, таких товарищей, я считаю, надо наказывать и полностью лишать прав за такие дела, что уезжает Александр надеется на помощь неравнодушных и ждет звонков от очевидцев аварии Авария на северо-западе, малолитражка подрезала легковушку, в итоге машина улетела в сугроб Судя по съемкам камеры видеонаблюдения, водитель двигается по крайней правой полосе Деоматист решил пойти на поворот, чтобы уйти от столкновения Водитель, в салоне которого установлен регистратор, выехал с дороги А в Копейске под колеса легковушки едва не угодил парень Он решил перебежать дорогу в неположенном месте Благо водитель сумел сориентироваться и объехать безумного пешехода Никто не пострадал Центральный районный суд вынес постановление о Дилу Курбанову Который насмерть сбил двух женщин на остановке у торгового комплекса родник Точку в деле поставило заключение судебно-психиатрической экспертизы К какому выводу пришли врачи и куда отправился лихач, знает наш корреспондент Согласно результатам проведенной экспертизы, Курбанов признан невменяемым А значит он якобы не может отвечать за свои поступки и действия Трагедия случилась в декабре 2012 года Тогда Курбанов, управляя автомобилем отца на скорости свыше 100 км в час Якобы уснул за рулем, потерял управление и сбил четырех человек Из которых две женщины скончались Выехал на полосу встречного движения И чтобы уйти от поздновения со встречными автомобилями Форд-фокупа отключается влево Выехал на остановку общественного транспорта Двигаясь по тротуару совершил наезд на находившихся там людей Чтобы убедиться в том, что он действительно невменяем, ему провели две судебно-психиатрические экспертизы Сторона потерпевших возмущена заключением экспертов Они не понимают одного, как с таким диагнозом Курбанов мог сесть за руль Как человек с такими вот пробелами в памяти, еще в чем-то Мог сдать правила дорожного движения и получить, извините, права Курбанов, находясь в стационаре в городе Екатеринбурге Подкорректировал, грубо говоря, свой психический статус То есть, что тоже, на наш взгляд, следит застанем как достаточно неглупым молодым человеком Адвокат потерпевших просил о назначении повторной третьей экспертизы Но суд отклонил просьбу Оснований сомневаться в выводах экспертов в данном случае не имеется Поскольку экспертиза проведена в государственном учреждении Экспертами, имеющими большой опыт, большой стаж работы Согласно заключению экспертов, Курбанов представляет общественную опасность для себя и окружающих Несмотря на это, ему удалось избежать уголовной ответственности Вместо этого он должен будет пройти принудительное лечение в психиатрической клинике Курбанова направили в стационар общего типа Таким решением Адил Курбанов остался доволен Набрался смелости и попросил прощения у родственников погибших прямо в зале суда Извините меня Простите Ольга Кокшарова, Дамир Яганшин, 31 канал Ушли на работу, поехали в гости или на отдых А квартира без охраны Тревожитесь, что в любой момент к вам могут ворваться воры Может пора поставить сигнализацию Дельта системы безопасности сбережет не только ваше имущество, но и нервы Экипаж практически в каждом микрорайоне Время прибытия считанные минуты Кстати, сейчас монтаж сигнализации бесплатно И цена доступна каждому Подробнее на сайте delta.ru Каждый день происходят кражи в квартирах и домах Дельта система безопасности защитит вас Внимание, акция Монтаж сигнализации в подарок Торопитесь, просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку Подробности акции по телефону 222 1111 Общественные наблюдатели устроили драку на семинаре? По защите прав человека Невольными участниками событий стали и челябинские правозащитники Всю потасовку очевидцы сняли на мобильный телефон Что не поделили народные активисты Попытался понять наш корреспондент Вот так закончился семинар членов общественной наблюдательной комиссии На собрании в Екатеринбурге участники из разных регионов страны Обсуждали, как защищать права заключенных В итоге сошлись в рукопашной Кто здесь члены ОНК Свердловской области? Почему здесь нет председателя Монасова? И мы не признаем этого нового председателя Мы не выбирали По словам очевидцев, потасовку затеяли свердловчане Внутриместного ОНК давно идет конфликт И недовольные председателям решили просто сорвать семинар Когда семинар оказался под угрозой срыва Скандалистов попросили покинуть кабинет Когда мужчины добились срыва семинара И вовсе стали распускать руки Устроили, так скажем, какие-то разборки Какой-то дебош непонятный Кинулись выяснять отношения С применением каких-то насильственных действий Тихо, 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 Павел Давайте не будем мы здесь устраивать Я тебя сейчас порву Давайте вы заберете Тихо, 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 тихо Василий, 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 Василий Василий, подождите Чтобы угомонить скандалистов Пришлось вызвать полицию в райотдел Забрали из Свердловского председателя Общественно-наблюдательной комиссии Скандалисты обвинили его в краже телефона А что, какой-то телефон забали, что ли? А у кого забали? Телефон забрал Дайте посеки А кто видел, что телефон забали? Я видел, я видел Явилось несколько людей Которых мы называем провокаторами И которые подняли скандал После того, как были удалены охранные гостиницы Мы ничего не придумали Как обратиться с заявлением в полицию По факту срыва семинара ОНК Полиция уже начала проверку Благо, челябинские общественники В этой потасовке не пострадали Накануне утром Жители дома номер 14 по улице энтузиастов Не обнаружили двери на своем подъезде Воры выбрали самый подходящий момент Металлическую конструкцию Они срезали ночью, когда жители спали Двери сняли аккуратно Хотя весят они около 100 килограммов Грабители вырвали и домофон ЖЭК сказал, что они отвечают Только за внутреннюю дверь Вот эту деревянную, за железную Они не отвечают Это уже не первая кража металлических дверей В этом микрорайоне Накануне в одном из подъездов Также срезали входную конструкцию Жители дома по улице Байкальская Возмущены равнодушием местных коммунальщиков Одну из квартир на первом этаже Пять дней заливала горячей водой В местном ЖЭКе не могли устранить аварию Но когда все-таки сантехники появились И вскрыли трубу, изрядно удивились Что нашли внутри канализации Знает наш корреспондент Эти кадры потопа Хозяйка квартиры номер 8 Сделала на мобильный телефон Горячей водой залит весь пол В ванной, коридор и комната с кухней От нашествия воды не спасают даже тряпки Черпали, выливали А смысл-то, что мы выливали Оно переливалось Вначале мы дойти-то не могли Своему, что это происходит Думали, что просто вода Вот так вот Наталья Калинина воевала С нашествием воды Под ванной прорвало трубу Чтобы устранить аварию Коммунальщики ехали сюда пять дней И по словам женщины Устранять аварию не торопились Такое ощущение, что я кому-то Кулинаров-кондитеров вызвала Они слесарей Уехали В два часа снова приехали Ну и вот, вроде как, что-то Я когда сказал, что вы подождите Сейчас не уезжайте Сейчас приедет 31 канал Будет результат Они привезли, ну, видимо, машину Которую откачивает насос После скандала сантехники И местного ЖЭКа Все-таки решили откачать воду А потом прочистили трубу Всему виной оказалась тряпка Видимо, соседи спустили ее в канализацию И вот результат Но, правда, теперь Наталье Калининой В пору глотать валерьянку Ущерб после потопа немаленький Да еще и после общения с коммунальщиками Все нервы потрепаны Вам прочистили? Во что не устраивает? Я говорю, а мне все прекрасно устраивает Ушла из дома и не вернулась Сыщики больше года не могут найти Без вести пропавшую Надежду Колчину Известно, 51-летняя женщина Вышла с розовым рюкзаком Из дома по улице Барбюса Мобильный телефон, деньги и документы С собой не взяла Одета в пуховик темно-синего цвета Длинный, ниже колена Также на ней была одета серая шапка Коричневые ботинки И серые, либо синие джинсы По словам родных, женщина страдает душевным расстройством И может заблудиться Она и раньше уходила из дома, но всегда возвращалась Родные надежды ждут звонков от тех, кто знает, где она может находиться Помните, сюжеты не придуманы Таким этот мир мы делаем вместе с вами Увидимся на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин